МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с основными событиями. В дня вас познакомит наш корреспондент и я, Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. Тема номер один. Уборку урожая обсуждали на видеоконференции с главами администрации районов и городов. Полный запас аптеки готова к сезонной эпидемии ОРВИ. Три дня и четыре десятка задержанных в ГИБДД подвели итоги рейда нетрезвый водитель. Социально-экономическое развитие республики и исполнение бюджета обсудили сегодня в Доме правительства. Итоги предварительные, но уже по ним можно судить, как регион завершает текущий год. В каких отраслях намечается положительная динамика и где необходимо подтянуться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Предварительные итоги показывают, экономика республики развивается. Положительная динамика наметилась в сельском хозяйстве и промышленности. 19 предприятиям в этом году удалось заработать больше миллиарда рублей. Продолжается сотрудничество предприятий со стратегическими партнерами. По итогам года мы ожидаем рост поставок продукции наших предприятий на 5-7% в основном в адрес Паурус-сети ООО РЖД. На отдельных предприятиях заработная плата уже превысила средний российский уровень 35,5 тысяч рублей. На показателях агросектора отразилась неблагоприятная погода. Сельхозподприятиям республики пока не удалось собрать плановое количество овощей и картофеля. Объем продукции сельского хозяйства по оценке 103,3% составит. Картофеля еще достаточно в земле. Это средства наших сельхозваропроизводителей, земледельцев. Это сотни миллионов рублей. Надо все, конечно, выкопать. Задачу я поставил и перед главными еще раз надо принять все меры для того, чтобы завершить. По строительной отрасли ударило снижение покупательского спроса. Объемы ввода жилья пока не превышают 90%. Но все же положительные тенденции есть. Жители республики стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Ипотечное кредитование по динамике улучшается по сравнению даже с первым полугодием текущего года. И хочется надеяться, что наши строители, предприниматели примут все меры для того, чтобы подтянуть эти цифры и сами, чтобы завершили свою финансо-хозяйственную деятельность с прибылью или по нулевой ставке. Бюджет республики будет сформирован без дефицита. И в перспективе это позволит почти наполовину сократить госдолг. Больше, чем в прошлом году, в региональную казну поступает налогов на прибыль и акцизы. Темпы роста собственных доходов по консолидированному бюджету выше, чем Российская Федерация, Приворско-федерального округа и четвертое место среди регионов. Члены правительства обсудили и выполнение программы капитального ремонта. В большинстве домов уже заменили коммуникации, электрику и кровлю. По плану 2015-2016 года 429 многоквартирных домов вкупе с теми домами, которые отремонтировали в прошлом году 294, получается более 700. Соответственно, это говорит о том, что каждый пятый многоквартирный дом в республике уже прошел по программе капитального ремонта за два года реализации этой программы. На счете рекоператора на 1 октября 2016 года формирует фонд капремонта 4239 многоквартирных дома. От них поступило взнос на капремонт 1 миллиард 45 миллионов 55 тысяч рублей. В принципе, собираемость растет и задолженность погашается, а за последний месяц к начисленному 94%. Собранные средства не должны залеживаться на счетах, отметил глава региона. Нужно управлять, имея управленские таланты, способности, навыки. Краткосрочный план капитального ремонта на следующий год намерены утвердить на следующей неделе. Митрий Ковалев, Росель Мухаметов, Республика. Сегодня же глава Чувашия подписал указ об учреждении грантов для поддержки поисковых объединений. Об этом Михаил Игнатьев объявил на еженедельной планерке. В селях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения вовлечения его в общественно полезную деятельность, сохранение и уековечивание памяти погибших при защите Отечества, постановляя учредить гранты главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях. Я хочу выразить слава и благодарности и тем ребятам, которые ездят, и девушке. Они живут в палатках, в экстремальных таких условиях, вырабатывают свой характер, свою волю, командный дух вырабатывается. Глава Чувашия предложила учредить три гранта по 75 тысяч рублей и три гранта по 100 тысяч. Окончательное решение примет Кабинет министров Республики. Еще один указ главы Чувашии о поддержке школ, которые вошли во всероссийский рейтинг лучших образовательных учреждений. Напомню, Московский центр непрерывного обучения составил список топ-500 лучших школ России и топ-200 лучших сельских школ страны. В него вошли 9 городских и 8 сельских учебных заведений нашей республики. Им будет выделена ежегодная премия в размере 1 миллиона рублей. К другим темам. Как пополняются закрома республики и насколько быстро идет переселение из аварийного жилого фонда, обсуждали на видеоконференции с главами администрации районов и городов. Тема номер один – осенью уборка урожая. Сейчас, под данным Министерства сельского хозяйства Чувашии, собрано почти 640 тысяч тонн зерна. Кукуруза убрано почти 1300 гектаров. Лучшие показатели в Чебоксарском и Вурнарском районах. Картофель на сегодняшний день убран с площади 8,4 тысяч гектаров или 91,1 процент площади посадки валовый сбор картофеля на сегодняшний день составил 147 тысяч тонн при урожайности 176 центнеров с гектара. На уборке задействовано около 60 комбайнов, около 58 картофеля копалы. С целью ускорения темпов уборки в районах республики организована переброска картофельной техники. Погодные условия на сегодняшний день сдерживают немножко уборку сельскохозяйственных культур. Количество отсадков в сентябре составило 159 процентов от 150 до 255 процентов от месячной нормы. Запас влаги сегодня при норме 22-29 миллиметров составляет 40-61 миллиметров. Тем не менее, хозяйство продолжает работать. Серьезные задачи стоят по реализации третьего этапа республиканской программы по переселению завариного жилья. До конца года необходимо переселить почти 3000 человек из 236 домов. Временно исполняющий обязанности министр строительства Максим Иванов отметил, что отставание по выполнению программы есть в трех муниципалитетах – в Бресенском районе, Чебоксарах и Алатаре. По городу Чебоксары у нас вызывают, скажем, опасения три квартирных дома. Это микрорайон Соленоя, позиции 1, 2 и 8. У них срок строительства до 1 декабря этого года. Дома девятиэтажные. Если по двум позициям, номер 1 и номер 2 – это застройщики Алза и Стройсфера, там уже, в принципе, кладку завершают и будут закрывать коробку. К 1 декабря они сдать дома не успеют. Но планируем до нового года, до 31 декабря, работу завершить. Спасибо. Правильно мы вас услышали. У вас в городе те проблемы, которые на сегодня есть, вы их разрешите. Короткие сроки. Для этого работаем, на этой должности, для того, чтобы обрешать проблемы. Не все строительные организации ответственно подходят к выполнению поставленных задач. Понятно, что они проходят через аукционы, но выигрыш в них – это еще не гарантия добросовестного исполнения взятых на себя обязательств. Опасение у Михаила Игнатьева вызывает будущее строительство поликлиники в центре Чебоксар. У меня есть большие сомнения к отдельным подрядным организациям. У Ивана Борисовича есть сомнения, соответственно, у Аллы Владимировны есть. Там, конечно, сейчас все эти попытки, как бы сказать, есть, чтобы нормализовать, формализовать. Я сказал, комплексно оцените, насколько подрядчик справится. Это социальный объект, это не коммерческий объект. В ином случае, в ином случае, можем мы провалить строительство этого объекта, а там федеральные средства мы должны получить пока в листе ожидания. На видеоконференции также обсудили вопрос организации перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Сейчас будут вноситься изменения в законодательные акты. Глава Чуваши обратила внимание, что эти изменения не должны отразиться на стоимости проезда. Татьяна Молокова, Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. В аптеку, но не за лекарствами, сегодня зашли глава Чуваши и министр здравоохранения Республики. Цель визита – узнать цены на препараты. Цены на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых, Росздравнадзор мониторит регулярно. По официальным данным, в июне 2016 года, по сравнению с декабрем 2015, цены на такие лекарства в целом по России выросли на 0,6%. В Чуваши – на 0,1%. При этом цены на иностранные препараты и их российские аналоги различаются в разы. Вот российский амепрозол, амез индийский. Пожалуйста, разница почти в 10 раз. 46-300. Пожалуйста, вот нож под ротоверин. Нож под 252, тут 38. Кому-то нравится импортное название, кому-то нравится русское название. Один и тот же препарат может оказывать воздействие на одного человека и не так немножко действовать на другого. Поэтому, конечно, здесь происходит подбор препаратов. Министр здравоохранения, какое предпочтение бы сделано? Свежий воздух и спорт. А вы самому что сделаете? Понадобились таблетки, пилюльки. Ну, начинать с простого. Тем, кто в период разгула вирусных заболеваний свежим воздухом, не обойдется информация от руководителя государственной аптечной сети. К эпидемии ОРВИ готовы. Ажиотаж нагнетаться не будет. Вся аптечная сеть прекрасно понимает сезонность тех или иных заболеваний. Соответственно, запас препаратов держит под конкретный сезон. Количество заболевших будет пополняться просто весь ассортимент противовирусных и антибиотиков. И, соответственно, никакого дефицита и роста цен не будет. То есть до конца года не ожидается никакого? Вы знаете, роста цен не ожидается не то, что до конца года, но и в ближайший год-два, если что-то там не произойдет в экономике очень серьезного. Сотрудники организации «Мир без границ» заканчивают установку современного индукционного оборудования в Национальной библиотеке Чуваши. Оно позволяет слабослышащим людям через слуховой аппарат получать звуковой сигнал без помех и искажения. Индукционная система может быть установлена в залах разной площади, актовых, театральных, на вокзалах, аэропортах, учебных аудиториях. Эта система не нова, но из-за высокой стоимости оборудование применяется редко. Для Национальной библиотеки приспособление необходимо, а ведь часто и гости здесь слабослышащие люди. Магнитное поле, которое создается индукционной системой, позволяет передавать любую информацию от источника звука в слуховой аппарат. То есть без посторонних шумов, без посторонних звуков, которые нас окружают очень часто, полноценно получают информацию от аудиоисточника. Будь-таки микрофон, либо какой-либо другой источник звука. Следующие кадры мы получили в рубрику «Мобильный репортер». В ГИБДД подвели предварительные итоги общереспубликанского рейда «Нетрезвый водитель». Он проводился с 14 по 16 октября за управление транспортом. В нетрезвом виде задержаны 39 человек. Кроме этого, в суд уйдут дела на 23 водителей, которые отказались от процедуры медицинского освидетельствования. Среди задержанных 20 водителей уже лишались водительских удостоверений. К сожалению, сводка дорожных аварий пополнилась ДТП, произошедшими по вине пьяных автовладельцев. Так, помощь медиков понадобилась на улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, где в ночь с пятницы на субботу нетрезвый водитель не уступил дорогу легковому автомобилю. Сразу после нашей программы смотрите специальный репортаж о пятилетии национального телевидения. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. А с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры подогнал «Симон»